Шалом, шалом! И это мудрость Твора на каждый день с Леви Харпатиным. Очищение материального мира. Той же ночью на Якова напал ангел-хранитель Исава. Якову удалось одержать победу над ним. Однако у него получилось повредить сухожилие Якова. Взамен на что он потребовал от него ангельскую браху, благословение. И сказал Всевышний Якову, у тебя будет второе имя. Израиль. Отныне твое имя Израиль. Однако новое имя ни в коем случае не отрицало предыдущее имя. А наоборот, добавляло новые значения и качества. Многие люди, мы боимся трудностей. У Якова тоже было их достаточно. Но они, именно они, способствовали закалке и духовному росту. Поэтому не стоит их бояться, нужно всегда лишь уповать на Всевышнего. Благодарю за прослушивание. Браха вацлаха. Хорошей недели.